друзья мои всем привет в этом видео покажу как сделать красивый переход между ламинатом и плиткой без использования каких-то переходных порогов и стыковочных планов просто с помощью герметика мы сделаем красивый идеальный шов в переходе между ламинатом и плиткой поехали так приступаем к укладке ламината делать будем шов мы красивый маленький без переходных порогов и без соединительных планок мы будем делать шов с помощью герметика и для этого нам нужно будет просто сделать аккуратный красивый шов между плиткой и ламинатом так будем использовать систему svp для того чтобы ровненько у нас ламинат сошелся с плиткой так обратите внимание здесь был у меня изначально шип я его срезал так как он мне не нужен и для того чтобы у нас шов плитки и шов ламината был абсолютно одинаковым вот таким вот образом в общем я сейчас буду делать укладку так первый ламинат мы естественно вложим пока так как он у нас должен будет лежать в будущем далее мы идем производим укладку нескольких полос так обязательно я уже для себя сделал центровку шва вот у меня здесь отметочка середина ламината и соответственно шов для того что симметрично у меня были вот эти две два подрезка относительно этой укладки плитки так системы свп у меня установлена теперь мы для начала идем укладку ведем укладку ламината но примерно вот до сих пор где у меня заканчивается подложка подложка в данном случае на 3 миллиметра так в общем делаем укладку как уклады производить я думаю все знают это несложно так что на этом я не буду останавливать свое внимание чуть позже продолжим а если кого-то не устраивает данный способ укладки ламината можете смело просто закрывать данное видео даже ничего можно не писать комментариях лайки можно тоже не ставить просто идите ищите то видео которое вам действительно будет полезно а этот способ я уже делал неоднократно и разу у меня ламинат не встал домиком ламинат не поплыл все нормально все работает все как и положено я продолжаю и так в общем я дошел до отметки до которую планировал теперь дальнейшие какие у меня действия есть два варианта развития событий во первых вы можете дальше продолжить ложить ламинат пока не закончить его полностью и уже потом только будем производить вот этот изготовление данного шва либо сейчас так как у меня первоначальный вариант уже есть на канале сейчас я вам предложу второй вариант как можно сделать какое развитие событий может быть теперь мы для того чтобы сделать конструкцию более жесткой плотной принесем сюда коробки с ламинатом расположим их вот вместе для того чтобы усилить наш наше основание чтобы она не двигалась не шевелилась а находился не в том месте где находится сейчас погнали за коробками с ламинатом ламинат доставил до места назначения шесть упаковок ламината я думаю будет достаточно для того чтобы у нас не сдвинулся эти пять рядов ламината в общем дальнейшие действия какие должны у нас сейчас быть снимаем первый первую полосу ламината для того чтобы произвести приклеивание первого и стал данное усиление отдел для того чтобы ламинат пока я вставлял следующую панель не взлетал сейчас мы его пока освободим и так аккуратненько поднимаем наш ламинат а теперь вот у нас открылась открылась подложка которая находится под ламинатом теперь нам нужно сантиметров 10 срезать этой подложке вот таким вот образом удалить ее этот момент нам нужно быть еще раз загрунтовать хорошенько для того чтобы обыспылить это все и уже дальше потом мы продолжим если что я все загрунтовал тут еще вот мокрые следы от грунтовки осталось это так если вдруг у вас возникнут какие-то сомнения все нормально дальнейшие наши действия я в общем беру герметик также можно использовать жидкие гвозди любые другие герметики любые другие клея но я в данном случае буду использовать вот этот вот санитарный герметик так как он у меня есть но принципе разница никакой нету позе высыхания у них свойства практически одинаково поэтому дальнейшее мое действие беру герметик и наношу прямо обильно вот таким вот образом вот на пол вот так вот так вот на нашу прям обильно обильно для того чтобы потом сюда уже произвести укладку ламината не жалеем потому что чем прочнее мы сделаем нашу конструкцию тем больше она у нас будет стоять и служить вот принципе сейчас прям добью чтобы у меня в тюбике вообще ничего не осталось и все потом выкину здесь еще добавим так ну вот принципе закончился у нас тюбик заметьте вот на такую короткую полосу ушел у меня целый тюбик все тюбика нет убрали и теперь сюда нам нужно вернуть вот этот ламинат который у нас был убран в общем все ламинат мы вернули на место так и теперь нам нужно закрепить зафиксировать все если пешками заклеить и и так ну вот принципе и все теперь еще для более надежной фиксации вот этот вот вот эти вот куски коробки ламината моего то уложим вот в эту часть чтобы придавить так сказать ламинат к основанию и чтобы он у нас склеился на мертво один забыл кстати зачем я выставляю вот эти вот свп сюда вот эти зажимы сюда потому что этот ламинат чуть-чуть ниже чуть-чуть ниже плитки вот ну ничего страшного в принципе после того как мы его затрем все нормально будет главное что ламинат не выше самой плитки ну в общем все ждем засыхания потом уже продолжим это все делать пока все ну что ж друзья настало время поставить жирную точку в нашем ремонте а именно в переходе между ламинатом и плиткой и эту точку мы будем ставить с помощью вот такого силиконового герметика данный силиконовый герметик он один в один подходит под нашу затирку который мы наносили в плиточный шов но для того чтобы нанести данный герметик на то место куда мы его хотим наносить нам предварительно нужно будет пропылесосить далее нам нужно взять обезжириватель и обезжирить все части куда будет наноситься данный силиконовый герметик ну и в третьих нам нужно будет взять бумажный скотч и наклеить на те поверхности на которые нам не нужно будет чтобы остался данный силиконовый герметик формировать шов мы будем с помощью специального шпателя который предназначен для формирования красивых углов из силикона ну в общем как то так смотрим дальше а по окончании мы сделаем резюме с видом и с выводом относительно данного шва поехали дальше и и и и Продолжение следует... Ну что же, друзья, подводим итоги. Шов сделан, шов выглядит великолепно. Он у нас толщиной где-то порядка 3 миллиметров. Этого достаточно для того, чтобы был термозазор, для того, чтобы можно было ламинату немножко сыграть. Напоминаю то, что ламинат, первый лист был приклеен. Следовательно, в этом месте, где идет соприкосновение ламината и плитки, он практически не деформируется, не шевелится, не ходит, не расширяется, не сужается. Термозазор с другой стороны мы у нас оставлен для того, чтобы все полотно могло спокойно двигаться. Но в случае тогда, когда ламинат расширяется или сужается. Ну, в общем, дышит. А переход между ламинатом и плиткой сделан у нас обычным силиконовым герметиком по цвет затирки. Напоминаю, середина Багама Беш. Номер 43. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас, как всегда, было полезным. Поэтому не забываем оставить пальчики вверх. Пишите в комментариях все, что вы думаете, ваши пожелания, ваши желания. Ну, или что бы вы хотели еще узнать. Все пишите, все читаем. На все комментарии отвечаю по возможности. Так что все. До новых встреч, друзья, на канале Перестройка. С вами был Капси Долинар. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok